И к другим темам. Сегодня 40 дней со дня крушения самолёта Ту-154 над Чёрным морем. Челябинцы вышли на траурный митинг. Он прошёл на бульваре Славы у мемориала «Доблестным сынам Отечества». Репортаж Ирины Гончаренко. Митинг реквием начался с минуты молчания. Все присутствующие почтили память погибших при крушении Ту-154 над Чёрным морем. Челябинцы пришли к мемориалу с цветами и свечами. Музыка, которая звучала в исполнении того самого ансамбля, который погиб при крушении. Военного ансамбля имени Александрова тронуло многих до слёз. Грустно очень и тяжело. Я понимаю, как переживают их родственники. Но вы знаете, ведь мы простые люди, тоже как-то для нас это было нелегко всё это воспринять. Я напомню, трагедия произошла 25 декабря. Самолёт Министерства обороны России вылетела из аэропорта Адлера и пропала с радаров. Он рухнул в Чёрное море. В пяти километрах от побережья в нём находилось 92 человека. Это основной состав военного ансамбля имени Александрова. Среди них и наш южноуралец, 32-летний Владимир Поляков. Солист этого ансамбля закончил музыкальный колледж в Магнитогорске. Также погибли наши коллеги, операторы и журналисты телекомпании Первого канала НТВ и Звезды. На борту самолёта находились военные и благотворитель Елизавета Аглинка, больше известная, как и доктор Лиза. Сейчас называют основными причинами крушения ошибка пилота. Он не закрыл шасси, а закрыл закрылки, что привело к тому, что самолёт не смог набрать высоту. И он рухнул. Митинг, посвящённый памяти этим людям, организовали неравнодушные челябинцы. Просто по соцсетям писала знакомым, кто может помочь. Кто-то деньгами скинулся, вот мы собирали небольшую сумму. Купили свечки, стаканы, цветы. После трагедии начали набирать новый состав военный ансамбль имени Александрова. Туда попали и два южноуральца. Это солисты театра, оперы и балета. Сейчас они отправляются туда на стажировку. Она продлится три месяца. Также родственники погибших сейчас собирают подписи на имя президента России Владимира Путина. Они просят его, чтобы 25 декабря, день крушения самолёта Ту-154, стал днём военного артиста. Ирина Гончаренко, Павел Клементьев, ОТВ.